МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Центральный регион. Чем запомнится первая неделя весны, расскажем вам мы, Ольга Медведев и Сергей Луговский. Итак, смотрите в этом выпуске. Слова признательности и честования прекрасной половины и расскажем, как 8 марта проходит в Минской области. Поздравим и Воложинский район. Хлебосольная земля отмечает юбилей. Отправимся и в Держинский район. Посетим свободную экономическую зону в рамках пресс-тура для белорусских СМИ. А также попробуем первый в сезоне березовый сок. В регионе стартовал сбор витаминного напитка. Сегодня во всем мире празднуют Международный женский день. В этот нежный, красивый и весенний праздник мы также хотим пожелать милым дамам счастья, мира и гармонии. К слову женщины, поздравления принимали не только сегодня. Праздничной была вся неделя. Теплые слова звучали во многих трудовых коллективах. По традиции чествовали и многодетных матерей. Губернатор Минской области вручил орден матери 38 женщинам. Еще 10 получили награду из рук президента. Среди них и Ольга Решова-Каменская из Слудского района. С мамой их шестерых детей пообщалась Елена Витко. Первые весенние лучи встречает на улице большая семья Решовых-Каменских. У Ольги и Романа шестеро детей. И около трех лет назад многодетные родители решили сменить квартиру в столице на частный домик в деревне в Слудском районе. Все с пользой для здоровья детей. На великах катаемся летом. На рыбалку ездили в том году. Здесь недалеко речка есть, мы туда гоняем. Правда, съездили, ничего у нас не клинуло, ничего не поймали. Ну вот так, там на заднем дворе мячик катаем. Весело. Кажется, я могу поиграть с друг другом. Я люблю заниматься спортом и помогать маме готовить. Карина, Давид, Марка, Лана и двойняшки София и Натан. Всех детей не только разный характер, но и хобби. Кто-то занимается спортом, а кто-то музыкой. Поэтому вечерами в доме Решовых-Каменских одновременно может звучать балалайка и джазовый вокал. Где горевый саксофон, порадует меня и вас, играя джаз. О, это джаз. Я играю на балалайке, занимаюсь еще пением и дополнительно играю на фортепиано. Здесь все награды, которые я заслужила. Эти вот все награды я за то, что я пела. Именно такое насыщенное расписание дисциплинирует. Дети успевают и творчеством заниматься, и по дому помогают. Ведь забота друг о друге – главное правило в большой семье. Сила, которая держит нас, держит на плаву. Даже не то, что на плаву, а крепко мы стоим на ногах, потому что мы очень любим друг друга. Количество детей очень дисциплинирует их самих. Они очень самостоятельные. У нас нет такого, чтобы мама бегала, собирала в школу. Дети стоят сами по будильнику, сами собираются. Воспитание детей Ольга Решова-Каменская совмещает с любимой профессией. В Слуцке она развивает парикмахерское искусство. Вдохновение для себя ищет и в столице. Создает безупречные образы ведущим и корреспондентом агентства теленовостей. Телевидение, оно особенное. Ты готовишь человека и тут же видишь результат прямо на экране. Это дает незабываемые эмоции, хорошее настроение ведущих. Это самая наилучшая благодарность. В благодарность же за материнский труд Ольга получила почетную награду из рук президента. Всего Орден Матери в Дворце Независимости вручили десятерым женщинам. Торжественная церемония прошла и в Национальной библиотеке. Ордена многодетным мамам вручил губернатор Центрального региона. Всего наивысшие материнские награды удостойны 38 жителей Сминской области. Некоторые из них воспитывают 8 и даже 11 детей. У меня 5 сыновей, 5 деток моих любимых. Очень хорошие детки, все спортивные, все занимаются. Здесь очень приятно находиться. Хорошая, прекрасная обстановка. Орден для меня, конечно, заслуга моей мамы, родителей, мужа поддержка, конечно, родных всех. В нашей семье 5 деток, 4 девочек и 1 мальчишка. И сейчас ждем 6-го. Для нас, для нашей семьи это, конечно, подвиг такой и радость, и счастье. Всего в Минской области более 18 тысяч многодетных семей. Любовь и заботу там получают около 60 тысяч детей. Елена Витко, Анатолий Долотовский. Новости. Центральный регион. А в Молодечно, накануне праздника, поздравили финалисток областного конкурса «Женщина года». Это те, кто посвятил свою жизнь науке, медицине, образованию, сельскому хозяйству, культуре или социальной защите населения. В списке победителей и семейный фотограф Екатерина Митина. Ее работы украсили холл Дворца культуры и сразу привлекли взгляды всех присутствующих. Своё вдохновение фотографии она нашла в семейных историях. Я еще являюсь руководителем сообщества детских семейных фотографов в Беларуси. И я вижу, что в детскую семейную фотографию приходят очень много женщин именно после декретного отпуска. Потому что своих малышей всегда очень хочется много-много фотографировать. И это очень здорово. Конкурс среди лучших представительниц прекрасной половины Минской области проводится ежегодно. Это своеобразная поддержка роли женщины в обществе, ее деятельности в различных сферах жизни. Грамотные и памятные статуэтки получили 27 победительниц. Прекрасных, обаятельных, трудолюбивых женщин немало и в Воложенском районе. Этот край Минской области наряду с другими также отмечает 80 лет. Хлебосольная земля с богатой историей, традициями и неповторимой природой сегодня в постоянном движении развития. Это заметно и в экономике, и в социальной сфере. Отправляемся на северо-запад от столицы и знакомимся с юбиляром. Если Воложенскому району 80, то сам город, конечно, намного старше. Например, дворцово-парковый комплекс Тышкевичей начинали строить в самом начале 19 века. На средства представителей рода Тышкевичей был возведен и костел святого Иосифа. Интересно, что даже сегодня, то есть 200 лет спустя, этот храм в стилистике античной Греции остается главной архитектурной доминантой всего Воложина. Воложинский район еще и аграрная земля, чей вклад зерновых в общей кровой Минской области всегда весомый. Вот и на этот сезон большие планы, которые во многом зависят от сельскохозяйственной техники. Это пассивные агрегаты АПП-6Д, готовые идти в поле на 100%. Луги, пассивные агрегаты, погрузчики, тракторы, в том числе и энергонасыщенные. Воложинский рай агротехники по силам справятся с любыми машинами, которые работают в полях. Сейчас в мастерских предприятиях горячая пора. Технику со всего Воложинского и соседних районов перед пассивной ремонтируют и приводят в порядок. Сейчас у нас в планах, наверное, на этот год приобрести стенд для диагностики и ремонта топливной аппаратуры. Уже класса Евро-5, Евро-6. Что, я думаю, что даст определенный какой-то толчок развития предприятия. Модернизация заметна и в социальной сфере. В Воложинской центральной районной больнице уже работают новые стоматологические кабинеты с самым современным оборудованием. Востребована и услуга «Доступная диагностика». Сервис сдачи крови на анализы позволяет делать и корпоративные заявки. При этом специалисты из лаборатории сами приедут к пациентам. После выполнения исследования дается расшифровка анализа, подчеркиваются, выделяются завышенные либо заниженные результаты с рекомендациями дальнейшего действия. Еще один тренд – больницы яркое и креативное оформление интерьера в помещении. Чего только стоит новая комната в выписке родильного отделения. Настоящий заряд позитива. Одна фотозона для мальчика, именно для маленького принца. Вторая зона у нас для маленькой принцессы, то есть для девочки. И наша, как говорится, тоже немаленькая такая гордость – это книга для пожеланий. В этом году обновится и отделение рентгеновской диагностики, где появится новый аппарат, а также другое востребованное медицинское оборудование. В этом году запланировали себе сами приобретение ИФА-анализатора за средства районного бюджета, приобретение гастроскопок, уже имеющихся в виде эндоскопической стойки. И с учетом этого к концу года, если все хорошо, у нас будет по две единицы каждого оборудования. Гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп. К слову, оздоровиться и душой, и телом в Воложенском районе можно и просто, приехав сюда на экскурсию и отдых. И если одних заинтересует более 180 памятников истории и культуры, то у других на выбор санатории и полсотни агроусадеб, Налибокская пуща, десятки рек, среди которых Западная Березина и Ислач, а также зеленый маршрут «Воложенские гостинцы». Алексей Кондратенко и Виктор Борисов. Новости. Центральный регион. А сейчас перенесемся в Держинский район. Здесь, в свободной экономической зоне, находится завод «Штадлер-Минск». С процессом сборки вагонов для заказчиков из Венгрии, Словении, Азербайджана, а также Минского метрополитена познакомили журналистов ведущих белорусских СМИ. Озвучили и ближайшие планы уже в 2021 году. Предприятие планирует нарастить объемы производства на 25%. Это позволит заводу стать самым мощным во всей группе компаний. Стоит отметить, весь Держинский район показывает высокие результаты как в промышленной, так и в сельскохозяйственной деятельности. Надежда Сербиненко вместе с другими журналистами посетила несколько успешных предприятий района. Цеха завода «Штадлер» в Фанниполе, обычно закрытые для посетителей, на этой неделе оказались под пристальным взглядом десятка журналистов. В 2020 году производственные цеха компании «Штадлер Минск» будут заполнены практически на 100%. Помимо завершения крупного заказа для Минского метрополитена, здесь продолжат выпускать электропоезда для Словении, Норвегии и Азербайджана. Результаты экономической деятельности за прошлый год и планы производства на следующие все важные цифры перед камерами и диктофонами озвучил директор завода швейцарец Филипп Брунер. Он же выступил и в качестве экскурсовода. А еще буквально две недели назад завод Фанниполе посетила делегации из американского города Атланта. В Беларуси их заинтересовали новые поезда, которые уже месяц курсируют в Минском метрополитене. Дело в том, что технические характеристики составов метро Минска и Атланты схожи, поэтому и новое производство только уже в США будет налажено по примеру завода в Фанниполе. В целом сотрудничество с Минским метрополитеном стало для завода особенным и имиджевым проектом. У нас есть еще в последнем этапе для Минского метрополитена пятивагонные составы, которые мы второй квартал в этом году поставим. Дальше у нас есть очень важный заказ для Белорусской железной дороги, EPM2, называется вот этот поезд, это пятивагонный поезд Интерсити. Штадлер активно развивается и благодаря своей локации он находится в свободной экономической зоне в Держинском районе, где на льготных условиях свою деятельность осуществляют десятки предприятий. В целом весь Держинский район показывает высокие результаты как в промышленном, так и в сельскохозяйственном секторе. Есть кадры, есть рабочая сила, есть возможность делать различные виды продукции, это надо делать. Ну и конечно сельское хозяйство тоже, мы практически в год два-три комплекса молочно-товарных строим новых. Держинский район входит в топ Беларуси и по производству мяса, молока и птицы. Агрокомбинат Держинский, который специализируется в основном на производстве мяса, птицы, получает и молоко. Причем лучшего экстра-класса. На молочно-товарном комплексе Вязенко корова в среднем дает 35 литров молока. Это один из самых высоких показателей в стране. Мы всегда учимся. Учимся у себя, учимся у других, смотрим, анализируем. И движение вперед, прогресс идет не потому, что кто кем-то командует, а потому, что есть соревнования определенные. И мы соревноваемся между собой. У кого-то лучшая технологика, мы начинаем узнавать. В Держинском районе работает крупнейшая белорусская лакокрасочная компания. Бизнес – семейный. Руководитель и создатель компании Александр Минько, а его сын Владимир – первый зам. В компании работает больше 500 человек. Средняя зарплата – 1250 рублей. Продукция предприятия представлена в России, Украине, Казахстане, странах Балтии. Сейчас ведутся переговоры о поставках в Грузию. Мы делали, начинали с простых красок, потом шаг за шагом начали развиваться. Где они не кубышку складывали, а все вкладывали в промышленность, развитие, развитие. И это сейчас на сегодняшний день дало свои результаты. То, что у нас на одном предприятии делается три предприятия. Получается органика, вода, порошок и аэрозоли. В Держинском районе работает более 20 крупных промышленных предприятий. И именно частный бизнес приносит в казну более 60% налогов. Район активно прирастает и новыми жителями. И на достигнутом предприятии местные власти останавливаться не намерены. В планах создать крупнейший промышленный кластер в стране. Хорошее место для работы и жизни. Надежда Сербиненко, Александр Горбачев. Новости. Центральный регион. Спасатели Центрального региона начали отработку чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами. Массовые учения прошли в Березинском районе. Сотрудники МЧС ликвидировали условные возгорания и растительности в поле, освободили пострадавшего в ДТП, а также ликвидировали обрыв линий электропередачи из-за падения деревьев. В учениях задействовали все аварийные службы района. По словам спасателей, такие учения прежде всего необходимы для отработки слаженности действий в возможной экстремальной ситуации. К огненной тренировке присоединился Илья Цветков. На берегу реки Брусята пожарные машины с развернутыми рукавами для подачи воды, а возле лесополосы десятки бойцов МЧС и сотрудников лесничества с баллонами для тушения. В Березинском районе ранним утром начали отработку комплексных учений по предотвращению ЧАЭС природного характера. Первое вводное – тушение пожара на открытом пространстве. Условное возгорание необходимо было устранить максимально быстро, пока огонь не перекинулся на деревья. Условия тушения пожара осложняют сильный ветер, а также то, что возгорание произошло, по легенде, на торфяниках. Но, тем не менее, спасателям удалось потушить его всего за несколько минут. При возникновении подобного возгорания первыми на место выезжают представители лесной охраны. Их задача – попытаться ликвидировать пожар самостоятельно и подготовить площадку для работы огненных бойцов. Наши действия – это вовремя среагировать, выехать на место, оценить обстановку, приступить к тушению. Это сразу ранцевые лесные огнетушители, потом приезжает машина. Дальше ПКЛ-70, он опакивает всю территорию для предотвращения распространения. Следующий этап – спасение пострадавшего в ДТП. По сценарию учений автомобиль повредило дерево, поваленное из-за сильного ветра. На готовность к экстремальным ситуациям проверили все аварийные службы района. А восстановлением высоковольтных линий занимались специалисты электросетей. На практике, в реалиях, ситуация сложится непредсказуемо. Но, глядя, как сегодня проходят наши учения и как действуют наши участники, я скажу с полной верностью, что в случае чего мы, наверное, локализуем любые ситуации. Здесь отрабатываются традиционные ситуации, с которыми сталкиваются наши подразделения в районах области каждый год. Это отработка пожаров в экосистемах, возможно, загорание в лесах, обрывы электропроводов, отключение электричества. И сегодняшнее учение – это повод так комплексно, одномоментно отработать и изучить готовность районных служб к действиям в таких ситуациях. В ближайшие дни с приходом потепления сотрудники МЧС организуют первые в сезоне рейды по палам травы. В Минской области уже зафиксированы первые случаи загорания сухой растительности. Илья Цветков, Юрий Сахадзе. Новости. Центральный регион. В Беларуси начался сочный сезон. Сбор березового сока стартовал на две недели раньше. Специалисты связывают это с температурными рекордами этой зимы, так как сокоток очень скоро закончится, менее чем через две недели. И сейчас, значит, важно успеть собрать полезного напитка как можно больше. В лесничествах надеются, что ночные заморозки не помешают. Кстати, с одного дерева в среднем получают до 150 литров свежего напитка. Будет организован подвоз березового сока. Его реализация в пятилитровых емкостях или наливом в тару покупателей. Цена примерно 44 копейки. Это город Минск и его пригороды. Если человек хочет непосредственно брать с лесосеки сок, сам непосредственно с пакета перелить в свою емкость, значит, цена будет дешевле на 10-15%. После сбора весенний сок отправят на переработку. Там его проверят на экологичность и натуральность. После этого из стерилизованного продукта будут готовить березовые нектары и фреши с добавлением граната, яблока и черники. Что же, время летит быстро, и мы завершаем наш выпуск. Увидимся в следующее воскресенье. И, как всегда, в 12.10 расскажем о самом интересном и жизни Минской области. Всего хорошего. До встречи еще раз с праздником вас, наши милые, нежные и любимые.